На прошедшей накануне встрече главы государства с учеными, молодыми исследователями, руководителями научных учреждений и представителями производства были обсуждены важнейшие задачи, стоящие перед отечественной наукой. Учитывая потенциал сложившейся в стране научных школ, а также исходя из национальных интересов и направлений развития на современном этапе, в этом году принято решение развивать математику, химию, биологию и геологию. При этом президент затронул вопрос создания прочного фундамента для цифровой экономики. Мнение о прозвучавших инициативах далее. Я в системе Академии наук работаю с 1967 года. Но такой встречи, встречи с руководителем республики и учеными я не услышал, не видел. Вчера была революционная встреча между учеными и руководителем нашей страны. Были поставлены конкретные вопросы. Конкретные вопросы развития науки. Что надо делать государству для того, чтобы развивалась наука. Всю науку оптом развивать не приходится. Поэтому президентам было выбрано четыре направления наук. Это математика, это химия, это биология, это геология. Это те науки, которые кормят людей. Именно от развития этих четырех направлений наук зависит просветание нашей страны. Президент очень красиво и уверенно, достоверно доказал необходимость развития именно, в первую очередь, именно этих четырех направлений. Заседание, проведенное нашим уважаемым президентом при участии ученых, молодых, а также представителей, руководителей, министерств ведомств и хозяйственных объединений, было совсем на другом уровне. И были подняты самые актуальные вопросы, стоящие на сегодняшний день перед наукой, его имплементация в производство, дальнейшем коммерциализации. В различии от предыдущих заседаниях, на этом заседании наука была четко связана с отраслевыми предприятиями. За ними были закреплены такие вопросы, как не просто финансирование каких-нибудь научных разработок, но и также подготовка кадров, принятие зарубежных специалистов, а также дальнейшая еще поддержка, требуемая для научных разработок. Вместе с этим на заседании уважаемый президент представил множество льгот, множество облегчений и развязал практически все проблемы, волнующие на сегодняшний день наших ученых, а также молодых. Наш уважаемый президент при каждом обращении участников, наших молодых ученых, связывал эту проблему с соответствующими отрасльными предприятиями, с соответствующими министерствами и дал четкие задачи для их выполнения. Как отмечается в послании президента Оли Мадису, и если мы обратимся к 2020 году развития науки, просвещения и цифровой экономики, руководитель страны акцентирует внимание не на охвате всех предметов, а именно на математике, химии, биологии, геологии, что приведет к конкретным результатам в конце года. В частности, думаю, что в зоологии введение счета и мониторинга кадастра животного мира, пользование квотами, выделяемыми Государственным комитетом по экологии Республики Узбекистан, внесет свой вклад в развитие экономики страны и послужит повышению экспортного потенциала. Кроме этого, глава государства отметил, что 50 молодых биологов будут направлены в зарубежное государство для повышения квалификации. Это тоже создает для нас большие возможности. На совещании президентом были затронуты проблемы в науке. То, что между наукой и производством сегодня утеряна связь. Высказаны мнения относительно укрепления связи ученых с предприятиями, заводами на местах. В этом плане молодежь и академики выдвинули свои предложения, на основе которых поставлены задачи по оперативному решению этих вопросов перед министерствами и ведомствами. Вместе с тем решены вопросы финансирования всех институтов Академии наук Узбекистана и государственного бюджета. А также устранены недостатки, связанные с обеспечением научно-исследовательских институтов необходимым инвентарем и лабораторным оборудованием. Думаю, реализация этих задач приведет к развитию и росту науки в соответствии с международными стандартами. Отрадно то, что президентам предложено решение вопросов, связанных с международной стажировкой или же обучением за рубежом. Конечно, это будет большим достижением и стимулом для молодежи.